Алла Яскович хрупкая снаружи, но сильная внутри. Эта женщина добилась многого, в том числе и в спорте. Несмотря на все преграды и испытания, которые ей готовила судьба, она смогла двигаться дальше и покорять все новые высоты. Алла каждый раз доказывала, что женский пол отнюдь не слабый, и ее силе внутренней и внешней может позавидовать любой. Сколько я всего преодолела, я просто с деревни, было очень сложно все это. Сложно было в том смысле, потому что мера общения была сложна, я по-другому общалась, с меня смеялись, но много чего было. Я не хочу, это тоже опыт в жизни, и после такого опыта, уже, наверное, после общежития, после такой жизни ничего не страшно. Ну, вот этим и закаляло свой характер. А спорт дал мне толчок к тому, что я могу, еще что-то могу, и он меня не угасает до сих пор. Я надеюсь, что не угаснет. Спорт высоких достижений, помимо талантов и навыков, требует сильнейшей мотивации, целеустремленности и силы воли. Теперь делаем пресс, я держу ножки. 15 раз. Спортсменам нередко приходится жертвовать личной жизнью, чтобы достичь желаемых результатов. Но это не про нашу героиню, ведь ее муж – это не только опора и поддержка, но и тренер. Как получилось так, что ваш муж стал вашим тренером? Жизни, с обстоятельствами, наверное, потому что не сразу же это, ну, так вот вышло. Тренер был один, того, и я спортивной ходьбой занималась еще, мастер спорта. И жизни, потому что, наверное, то, что ушла от профессионального спорта, декрет один, второй, ну, уже нигде не числилась, ушла. И муж вот как-то так меня взял в свои руки, может быть, даже и подтолкнул, чтобы я все-таки дальше занималась. Хотя желания у меня самой хватало очень много, и оно есть до сих пор. Я хочу, люблю спорт. Да, конечно, это сложно в семье, наверное, потому что муж постоянно контролирует, ну, спортсмены то, что нужно вовремя, там, не знаю, режим, нужно наложиться. И это постоянно тоже очень сложно, потому что ты находишься с мужем 24 часа почти в сутки. И когда это тебе постоянно говорят, говорят, ну, ничего, все, справились, исправляемся. Так сложилась судьба, наверное. Не выбирали же, как бы, она меня, чтобы я был тренером, я ее в этом плане. Получилось, стала моей супругой, я тренер, поэтому оно все само по себе сложилось. Алла Искович призналась, что не ожидала, что сможет завоевать золото на военно-спортивных играх, так как у нее были очень сильные соперники. Я осознавала то, что когда я прибежала, что я это сделала, что у меня все получилось. Я даже своему главному сказала Евгению Ивановичу Гавронику, что и Столярову Александру Владимировичу, что для меня победа над собой – это то, что у меня все получилось. Я стрельнула без запасного, без штрафного, граната у меня с первого раза пошла. Вот для меня это победа. А все остальное, я даже, я это не осознавала, что я могу быть первой. Мне вот это, в тот момент, в первый момент, меня вот только это, говорит, зарадовало, что я все сделала, то, что я смогла все это реализовать. Покуда не повесили мне там медали, не дали диплом под печатью, я не могла выразить эти эмоции и вот эту радость. Слезы были на пьедестале, когда гимн Республики Беларусь играл наш, тогда были слезы. Муж и коллеги по работе очень волновались залу, хотя и верили, чувствовали, что у нее все получится. Когда она финишировала и завоевала золото, эмоций не смог сдержать никто. Дети и взрослые прыгали от радости, кричали. Потом начали поздравлять, телефон не умолкал. Когда она туда ехала, я почему-то был уверен, что все будет хорошо, она выступит здорово, потому что была проделана работа, ей созданы были все условия. Результат, он закономерный, но опять-таки это не моя заслуга, это, скорее всего, я опять-таки повторюсь уже, это заслуга ее руководства, которое создало ей условия, потому что они давали возможность тренироваться. Это не так просто на самом деле. Когда узнал о том, что моя сослуживица победила в таких довольно-таки серьезных соревнованиях, это было чувство радости, чувство гордости за то, что вместе служим, за то, что такая вот девушка служит у нас в полку, хрупкая, милая. И на самом деле молодец, умница, очень рады были за нее практически все. И когда уже наутро рассказал коллегам своим, все тоже были очень рады, очень гордились тем, что именно наша военнослужащая, именно военнослужащая нашего полка поднесла золотую медаль в копилку не только вида вооруженных сил ВВСПО, но и в целом вооруженных сил Республики Беларусь. Алла Яскович бесспорно будет продолжать принимать участие в различных турнирах и соревнованиях. Ведь спорт для этой девушки – большая часть ее жизни.